Никоглай угрожал расправой Роману Макриевскому. Какую грязь автор ЛШПТ накопал на самого быстро растущего стримера СНГ. И как Коля оправдывает свои фейлы психологическим здоровьем. История крупнейшей накрутки на русскоязычном Твиче в сегодняшнем выпуске. Привет, с вами Ютубер, и мы наконец-то дождались разоблачения сравнимого по масштабам с уже легендарным «Оннавом не инстасамка». На этот раз под прицел попал не менее хайповый персонаж. Рекордсмен Твича Никоглай. Молодой стример с Кишинева засветился на площадке сравнительно недавно, лишь осенью прошлого года. Хотя его каналу уже около шести лет. Изначально Коля стримил на нем Доту и Counter-Strike. Смотрел со зрителями видео, но контент не слишком заходил. Своей популярностью Никоглай обязан ТикТоку, где в мае 2021 завирусился с мемом «Разрывная». Режет банан человек. Режет банан человек. Ровно, ровно, Режет. Нормально. Хорошо разрезал банан, неплохо. Нормально, нормально. А это кто? Егорка. Разрывная! Юморишь! Юморишь! Ржака! За несколько дней его реакция на Егора Крида набрала миллионы просмотров и сотни тысяч лайков. Справедливости ради стоит сказать, что к тому моменту Коля уже три года вел свой аккаунт и успел обрасти солидной аудитории. Там же в ТикТоке Никоглай познакомился с Иваном Зола. Парни стали вести совместные трансляции, а позже тем же составом перекочевали на Твич. Во время этих эфиров Коля в основном стебался над своим коллегой. Ты знаешь? Стоп, слово стоп на английском. Знаю, знаю, знаю. Ты знаешь имя Аня? Женское имя Аня? Да, знаю. Ты назвал девочку номер два. Какой у нее ник? Ну я вижу тут под иглому. Стопопупа. Ой, стопопуа. Этот контент уже зашел зрителям. В декабре 2021-го парни поставили рекорд по онлайну среди русскоговорящих стримеров. На пике их смотрело больше 261 тысячи человек. 6 января Никоглай стал первым по среднему онлайну на Твиче среди всех стримеров мира. А 10-го вместе с Иваном Зола установил новый рекорд. На пике их смотрело уже более 578 тысяч зрителей. Вот только подобный успех за такие короткие сроки не давал покоя многим интернет-пользователям. И даже популярным стримерам. Вот хочешь честно, что я скажу? Да. Пока я не узнаю, ну это честно, на вот на всю аудиторию, пока я не узнаю, какое количество у тебя было ботов, типа поздравлять я тебя с рекордом не буду. В сети давно ходили слухи о накрутке. Я себе не кушал ботов вообще. И вот теперь Роман Макривский с помощью коди подтвердил теории подписчиков. Мы раскрыли схему, в которой замешано более ста человек. Бессонные ночи, эксклюзивные информаторы, проверка многотерабайтных баз данных. И все это ради того, чтобы понять, как зарождалась и делалась самая большая накрутка на СНГ Твиче. Автор канала ЛШПТ заявил, что зрителями последнего стрима с рекордным онлайном в основном были боты. Проанализировав аудиторию трансляции, Макривский пришел к выводу, что всего 22% зрителей смотрели ее с зарегистрированных аккаунтов. Благодаря Никоглая мы знаем, что есть 1 366 585 уникальных зрителей, которые были на трансляции на 570 тысяч онлайна. Так как у нас есть все авторизированные сессии, мы можем их отнять от общего числа и получится 604 543. Это зрители, которые не были зареганы на Твиче на этом стриме. В ролике Роман показал работу программ, с помощью которых Никоглай мог создавать иллюзию живой аудитории на своих стримах. Благодаря программе через тот самый текстовый документ подключаются боты. И так называемый водитель сидит в чате и пишет от их имени на протяжении всего стрима. Таким образом, через эту программу пардонты на протяжении огромного времени имитировали присутствие живой аудитории. Также Макривский предположил, что помимо зрителей и комментариев, Коля накручивает и рекламу, чтобы рекламодатели не догадались о том, что у стримера нет реальной аудитории. Для этого специальные люди регистрировались на их сайтах, вносили депозиты и тратили деньги. Теперь Рома хочет, чтобы эта информация дошла до модераторов Твича. На самом деле, очень сильно хотелось бы выйти на какой-то контакт, получить какой-то фидбэк от модерации Твича, потому что даже если они не примут сервис коди, то они не могут не принять прямые угрозы жизни. Кстати, об угрозах жизни. Ублюдок, мать-то, а ну иди сюда. Если вы следите за стримерским комьюнити, то наверняка заметили, что Никоглай к сбросу информационной бомбы начал готовиться заранее. Почти за неделю до выхода ролика он предупредил зрителей, что скоро они узнают о нем неприятную правду и попросил аудиторию игнорировать разоблачение. Блин, ребята, короче, завтра в 18.00 на ютуб-канале ЛШПТ, сейчас, простите, про меня, короче, выйдет ролик. Разоблачение вообще жесткое, типа, там вся правда, которую я старался от вас скрыть, но у меня, у меня просто не получилось это сделать. Пожалуйста, я хочу вас попросить, вы можете не форсить это, не распространять это везде, потому что, когда все узнают об этом, мне станет так стыдно, от меня, наверное, все отвернутся, пожалуйста. Этими сообщениями, по словам братишкина, Коля сам вырыл себе могилу. Вова рассказал, что ролик задумывался вообще на другую тему, а Никоглай своими выпадами спровоцировал ее поменять. Дело в том, что видео должно было выйти еще неделю назад, но перед публикацией Рома Макривский показал свои аргументы и доказательства коллегам из твич-тусовки, чтобы получить от них обратную связь. Так, предположительно, о готовящемся разоблачении и узнал Никоглай. Коля решил действовать на опережение, предупредил аудиторию, хотя и не знал никаких подробностей, а заодно устроил травлю автору ролика. В сеть слили личные данные Макривского и его близких, а дальше, уже по классике, парень начал получать угрозы. Через день, как я заявил о выходе видео, случайным образом в одном телеграм-канале начинают сливаться мои личные данные. Во время звонка маме я узнаю, что ей, моему отцу и тете, целый день вызванивали неизвестные номера. Эти люди представлялись полицией, службами кибербезопасности и угрожали моим родителям, что если от моего имени выйдет какое-либо разоблачение, то у меня и у моей семьи будут огромные проблемы, в частности с законом. Рома показал доказательства того, что Никоглай хотел заставить его отказаться от публикации видео насильственным путем. Искал тех, кто может серьезно поговорить с блогером и даже обсуждал возможность вызвать к нему домой полицию, чтобы та изъяла всю технику. Мне нужна личная охрана и мне надо куда-то переехать. Номера и адрес Макривского в сеть слил человек под ником Абадон, который, как позже признался сам Никоглай, выполнял для него грязную работу. Вот этому челу, Абадону, я поручал грязные дела. Начал поручать ему грязные дела, потому что он связан с грязью. Доказательства планов Коли на уничтожение Макривского в общем доступе появились тоже благодаря Абадону. Он сам пришел с этой информацией к владельцу ЛШПТ. А все потому, что Коля не заплатил ему за работу. Чел, ну блять, то, что ты сделал, это вообще пиздец. Я накажу. Кого накажешь нахуй? Людей, которые желают мне зла. Я поговорю с ними. Да ты что, бог блять, наказывать? Я признаю, это неправильно, но я не отказываюсь от своих слов и от своей позиции. Каждый человек, что желает мне зла, за это заплатит. Я дам все, что у меня есть. Но человек заплатит за то, что желал мне зла. Кроме того, из переписок с Литой Хабадоном зрители узнали, что Никоглай планировал сделать вид, будто сам заказал и проплатил разоблачение, чтобы создать хайповый инфоповод перед выходом совместного трека с Иваном Золо. Привет инстасамке, признанной королеве этого способа продвижения. В любом случае, все планы накрылись и ролик вышел в том виде, в котором мы его знаем. Правда, спустя всего пару часов после публикации, видео заблокировали на ютубе за нарушение правил в отношении оскорблений и угроз. Вот только жалобы на контент никак не помогли Никоглаю. К моменту блокировки ролик уже успел собрать 100 тысяч лайков и улетел в сохраненки для перезаливов. Спустя сутки видео ЛШПТ все-таки восстановили, но уже с пометкой 18+. Реакция Никоглая на разоблачение была бурной. Коля запустил почти двухчасовой стрим, чтобы объясниться с подписчиками и рассказать всю правду о себе. Я не несу миру зла, я несу в мир добро. Вся суть моей жизни, вся суть моего рода деятельности, чтобы вам, вам, тем, кто это смотрит, было интересно смотреть. Я клоун, я это признал. Это в целом обобщение. А что касается накрутки, тут Коля заявил, что вся информация в видео ложь, аргументируя это тем, что у него солидные цифры во всех соцсетях. А это доказательство его популярности. Выходит, что смысла в накрутке просто нет. У меня миллион соцсетей, которые росли с невероятной скоростью, где с невероятно огромные показатели, которые говорят о том, что это не может быть накруткой, что ты несешь. Дура, ты ебаная. Комментировать факты из видео и даже смотреть разоблачение на стриме Коля не стал. Правда, на трансляции бустера мельком все-таки признал, что раньше накручивал бота. Когда мы с тобой с Иван Золу достримили, ты что мне сказал про накрутку? Когда мы стримили с тобой с Иваном Золу? Да, помнишь, когда ты стрим выключил? Ты про цифру 4 тысячи? Да, 4 тысячи. Слушай, возможно, такая цифра есть, которую я не отрицаю, но у вас речь идет не о 4 тысячах, у вас речь идет о 200 тысячах. Угрозы в адрес Макривского Никоглай тоже не посчитал за проблему. Вы думаете, я за это раскаиваюсь? Я раскаиваюсь за то, что поручил долбоебу делать мужскую работу. Коля признался, что переоценил автора разоблачения, думая, что Рома нашел постыдные факты его биографии и снял видео о психологических проблемах Никоглая, которые появились на фоне употребления запрещенных веществ и внезапно свалившейся популярности. На фоне этой хуйни, я вам скажу честно, я немного начал ехать головой, по-настоящему ехать головой. У меня происходили тики нервные, панические атаки, просыпался среди сна, просыпался среди сна от того, что мне снилось, что я стою и смотрю на себя, блять. Своими бедами с головой Никоглай объяснил и все происходящее вокруг разоблачения ЛШПТ, агрессивную реакцию и угрозы в переписках. Правда, диагноз свой он так и не уточнил. То есть, вы понимаете, то, что он делает, то, что распространяется на других людей, он оправдывает тем, что он ходит к психологу. Ну, это совершенно, типа, невменяемо то-нибудь. То есть, люди в белых халатах тут уже нужны, или какой-нибудь санаторий так полежать, покапаться. Но, несмотря на весь сюр, который творился на стриме Никоглая, аудитория Коли продолжает его поддерживать и защищать. Чего не скажешь о коллегах по цеху. И дело тут вовсе не в накрутках, которые вскрылись, а в угрозах Роме Макривскому. Что вы меня ненавидите? Я тебя не затирал до последнего момента, пока ты Макривскому не угрожал. Да, такая шуя, брат. Это же правда. Это со всеми так. Судя по количеству стримов, посвященных этой истории, обсуждать Никоглая будут еще долго. Хорошо это или плохо, тут однозначного ответа нет. Эвелон считает, что разводить цирк в медийном пространстве не стоит. Я просто сгорел с той темы. Я говорю, типа, я не так прям в хейтерской теме, но просто, типа, мне не очень понравилось, что это как-то развили. Вот так. Знаешь, типа, как не разоблачение, а как Санту Барбару. Мне кажется, просто нужно было высказать свое мнение и выйти. Все. Не беремся утверждать наверняка, но, кажется, другие стримеры с ним не согласятся. Ведь на обсуждение Никоглая многие поставили личные рекорды по онлайну. К Хесусу впервые за 10 лет пришло более 100 тысяч зрителей. Бустер собрал почти 163 тысячи. Братишкин 135. К Жожу пришло 131 тысяча зрителей, а автор разоблачения Макривский собрал почти 47 тысяч. При этом его твич-канал на фоне жарких дискуссий преодолел отметку в полмиллиона фолловеров. Пока мы готовили этот выпуск, выяснилось, что рекордные показатели по онлайну могут быть фейковыми. Стримеры заподозрили, что на их трансляции накрутили просмотры тем же образом, что показано в разоблачении. Этой же теории придерживается Лагода, который утром опубликовал доказательства подозрительной активности на аккаунтах, побивших свои рекорды. Но со стопроцентной уверенностью пока ничего утверждать нельзя. Сам Коля уверен, его персону будут обсуждать еще не один месяц. Ведь он создал самый громкий инфоповод в истории русскоязычного твича. С этим согласен и Юлик. Блогер написал, что разоблачение – это лучшее, что могло произойти в карьере Никоглая. Ведь оно открывает для него новый формат контента – ссоры и выяснение отношений с популярными стримерами. А это неисчерпаемый источник хайпа. А вот блогер Николай Соболев, который о хайпе и популярности знает не понаслышке, просто решил дать своему тезке ценный совет. Не сторчись в Москве, не пробуй ни в коем случае, он уничтожит твою медийную карьеру и будет всем абсолютно насрать, как круто ты начал. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. А пока Никоглай радуется зашкаливающей упоминаемости в медийном пространстве. Заявляет, что делает все ради шоу и между делом раскручивает свои новые аккаунты. Как думаете, долго еще продлится его популярность? Оставляйте свое мнение в комментариях. А еще можете глянуть наш прошлый ролик о культуре отмены и написать, стоит ли обратиться к этому инструменту в случае с Никоглаем. С вами был проект Ютубер, увидимся в новых видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok